Наука, технологии и творчасть. У Гомеля завершился областный конкурс «Техноинтеллект». Все лета его проводили в 20-й раз. Про сит районных и городских этапов прошли каля сотни наученцев. На областном их так само чекали два выпрабывания. Сначала теория, решение физических задач. После практики – презентация уластных проектов. Усяго дейничала шесть секций. Их тематика ответила сучасным потребам науки и техники. До речи, многие конкурсанты працуют над своими проектами не один год. А это, несумненно, повышает уровень работ. За интеллектуальными споборностями сочели не только выкладчики ГДУ имя Франциска Скарыны, на базе которого проходил конкурс. Проекты оценивали так само и представители Гомельского технопарка. Там выполнены, что среди сегодняшних юных вынаходников и новоковцев есть и будущие авторы стартапов. До речи, у Гомельским технопарку худко з'явится своя адукационная пляцовка – робокласс, где будут навучаться дети. Первый свой проект мы нацеливаем на детей возрасте от 11 до 15 лет. Учебно-методические комплексы рассчитаны на три возрастные категории школьников – от 5 до 7, от 8 до 10 и от 11 до 15. Поэтому начнем с такой категории, более старшей, а потом, возможно, будем идти и по другим ступенькам. У нас всегда в 11 классе конкуренция была высокая. В этом году 20 человек представляли. Конечно, конкуренция была жесткая. Я рад очень, что победил. Но готовились достаточно долго. Вот уже, по сути, проект, которым я работал, он длится у меня уже три года. Узнагороды и дипломы областного конкурса «Техноинтеллект» отримали больше, как 40 человек. Левше из них – представить наш регион на республиканском конкурсе, який отводится на приконцы Соковика. Продолжение следует...